Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас приветствую на своем канале, где я провожу обзор различных фильмов. Делюсь своим мнением и спрашиваю вашего. Оставить в комментариях. Сегодня я хочу вам рассказать о фильме, который называется «Хижина в лесу» в Соединенных Штатах Америки, снятый в 2011 году. Режиссером фильма являлся Дрю Годдард, сценаристом Джессен Уидом. В главных ролях я прочитаю, потому что имена сложные. Кристина Каннели, Крис Хемсворт, Анна Хаттисон и Фрэн Крент и другие. Но надо сказать, что этот фильм сильно отличается от всех остальных, которые я смотрел, скажем так, в ближайшие годы. Полтора-два. В общем-то, его с одной стороны можно сравнить с фильмом молодежным, наподобие, как я делал не так давно обзор, фильмом «Дрейв» или «247 градусов по Фаренгейту». Смысл фильмов заключается в том, что компания молодых людей, не один, а компания именно молодых людей попадает в какую-то непредвиденную ситуацию. С одной стороны. С другой стороны, который, на мой взгляд, является ключевой, фильм является фантастическим. Видимо, у режиссеров не хватило достаточно бюджета для того, чтобы развернуть в полном объеме свою задумку. Ну, бюджет не такой большой для фильмов подобного рода составил 30 миллионов долларов. Поверьте мне, это небольшой бюджет для фильмов, в которых надо развернуться вот так вот. Вот. И поэтому в полном объеме им не удалось. А сюжет очень простой. Вот вы смотрели, есть такие реалити-шоу, я тоже никогда не смотрел его, но бегло читал и, в общем-то, бегло где-то видел. Называется оно, Ксения Собчак ведет «Дом-2». Или еще какие-то подобные. Вот смысл данного фильма заключается в следующем, что над группой молодых людей, без их согласия, даже, скажем так, чтобы они совершенно об этом не подозревали, создают реалити-шоу. И какая-то группа людей, она создает вот такие реалити-шоу по всему миру. В Японии, в Латинской Америке, в Соединенных Штатах. Ну, про Россию там вроде ничего не скажем. Вот. Вот такая вот задумка. И смысл всех этих реалити-шоу – кровавый, кровавый, кровавый финал. Все должны быть убиты, кроме одной девочки там, которая является девственницей, в общем-то, ее не трогают. Всех остальных убивают. И якобы, вот это не просто убийство, не просто реалити-шоу. То есть, вот видите, какая задумка закрученной сюжета. Это не просто какое-то, значит, действие, над которым сидят, вот, миллиардеры чахнут и вот ждут какого-то действия. А что же будет? Вот она покажет грудь или не покажет? Вот. Убьют они друг друга или не убьют? И от этого получают удовольствие. Нет. Якобы, все завязано так, закручено. Почему вот именно это надо исполнить? Исполнить в определенное время там т-т-т-т-т-т-т. Это связано с древним культом. Настолько древним, которое связано с древними богами, которые когда-то правили землей. Я вам практически цитирую, но мысль такая проводится у режиссеров. То есть, вот, американцы, год исполнения фильма, 2011 год, преподносят такую картину, рисуют. Я с конца теперь начну, чтобы вам было понятнее. Что когда-то давным-давно на земле правили боги. И эти боги имели, или скорее, дали людям в обязанность, обязали их, ежегодно проводить ритуал, жертвоприношение молодых людей в дар богам. Должно четверо погибнуть. Один должен остаться в живых. Убийцами выступают какие-то, ну, аномальные существа, там, не знаю, в данном случае, там, зомби были. Ну, там у них целый выбор широкий, там, могут быть какие-то там тараканы какие-то, там, люди, или даже не люди, существа какие-то с выпиленными головами, с одним ртом громадным, таким, с громадными зубами какие-то. Ну, в общем-то, такие аномальные существа какие-то. Но так разворачивается ситуация, что один из парней, вот этих один из парней, он, ну, нашим языком выражается, такой толковый парень. Он такой физически не очень развитый, не очень, в общем-то, верит в политику, скажем так, официальным властям и официальной пропаганде. Но, несмотря на это, он очень все подмечает, выстраивает какие-то логические цепочки. И, между прочим, именно этот парень, он первым обнаруживает, что они находятся в каком-то реалити-шоу, которое ограничено, и за ними постоянно наблюдают различные скрытые камеры. И подстраивают разные ситуации, там, вплоть до химических каких-то вещей. Там, допустим, всех героев, всех наших героев, которые участвуют в этом сюжете, их заранее подобрали, подготовили, привели в определенное место, в определенный дом. И готовили каким образом? Я только один вам факт назову, перед просмотром вам будет это интересно. Значит, главная, одна из главных актрис этого фильма, она, в общем-то, красится. И вот, якобы, одни, вот эти кукловоды, использовали такие краски в ее волосах, которые побуждают ее какой-то сексуальности, сексуальной распущенности, можно даже так сказать. То есть, она более открыта каким-то контактом с мужчинами. Вот, только за счет химии, как они выражаются, то есть, употреблением вот этих химических составов красок. Вот так вот. Так что, будьте внимательны, смотрите вокруг, ищите видеокамеры. Можно так закончить сюжет. Но, на самом деле, вот почему особенностью этого фильма, я сказал, что его с какими-то другими сравнить нельзя. То есть, в нем, как в полках различных, вот на полке много книг, вот в нем вставлены различные, можно сказать, даже философские мысли, которые режиссер хочет преподнести зрителям, но в полном объеме он их раскрыть, на мой взгляд, не смог. То есть, в целом, я могу поставить высокую оценку этого фильма, порекомендовать вам для просмотра и так далее. Но, исходя из того, как я уже вам многократно сказал, бюджет фильма был небольшой по американским меркам. И вообще для современного кинематографа, можете мне поверить, это не что, 30 миллионов, там, только такой вот, и можно было снять драмы. Зомби какие-то два ходят и на мотоциклах они убегают. Вот, то им вот только так и удалось. А так вообще, задумки-то многие неплохие. Вот сами думайте, у богов древних, которые создали эту планету, правили миром, существовали какие-то ритуалы. Вот эти ритуалы. То есть, там, когда главные герои у нас узнают, а в итоге там получилось так, что они нарушили все планы кукловодов и сами стали кукловодами на какой-то период времени, представляете? То есть, там, перевернут сюжет. Вот. Они, значит, они, когда узнают это, у них определенный шок. И там даже философская проблема, в общем-то, в фильме поставлена. А стоит ли жизнь всего человечества, жизни одного человека, главного героя, этого парня? Вот. И ответ-то, конечно, не дается прямым текстом. Но из подтекста можно сделать определенные выводы. То есть, вот так вот. Фильм глубокий достаточно, много сюжетный, много вариантный. Рекомендую вам для просмотра. Обратите внимание на режиссера, еще раз повторю, Дрю Гардард. Гардард. Вот. Смотрите, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите, ищите обозрения новые. Я буду стараться подготавливать для вас интересные какие-то обзоры. Если вас интересуют какие-то конкретные фильмы, пишите. Я также буду это делать. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok